Всем привет, мои дорогие зрители и подписчики канала, с вами, как всегда, я, Славян, канал «Семья на чемоданах». Я сегодня вас приглашаю на этом рассвете, видите, еще темно, птички поют, где-то там за горой петухи кричат. Я сегодня вас приглашаю в интереснейший выпуск, в долгожданный выпуск, выпуск «Мечта». Я приехал для того, чтобы сделать восхождение к этой замечательной надпись «Геленджик» и встретить там рассвет. Я сегодня проснулся в 4 утра, доехал на своей машине к подножью горы и сейчас начинаю восхождение. Так что ставьте лайки, пишите комментарии и погнали. Итак, ребята, мы начинаем восхождение, парк развлечений «Акватория Олимп». Здесь начинается канатная дорога, здесь такая небольшая парковка и, соответственно, где-то там есть тропы, по которым можно подняться. И даже можно подняться вот на этот крест, кстати, который, между прочим, сейчас светится. Почему они сделали надпись, которая не подсвечивается, я, к сожалению, не знаю. Но мне кажется, гораздо лучше смотрелось бы эта надпись, если бы она ночью подсвечивалась диодами. Ну, согласитесь же? По идее, на восхождение мне потребуется 40 минут. Я смотрел по карте Мапсми и перепад высоты 370 метров. Фух, с утра уже отдышка на самом деле. Ну, ничего, я надеюсь, у меня получится все это сделать. Здесь, кстати, смотрите, такой большой парк. Видите, как все это выглядит? Так, надо, в общем, включить карту и понять, куда мне идти. Так, если кто здесь будет гулять, знайте, здесь есть туалет, который стоит 20 рублей. Канатная дорога. Вот у меня вход, посадка. Здесь кабинки открытые, представляете? Да, и они, кстати, только по две задницы рассчитаны. Видите, они такие на самом деле маленькие. Так, я начинаю восхождение ровно в 5 утра. На самом деле я не успеваю, потому что в 5.30, ой, в 5.23 уже рассвет, представляете? Ух ты, какое здесь красивое озеро. И даже есть птицы. Вон, уточки. Уточки плавают. Вот она уходит, дорога. Не знаю, туда или не туда я иду. Сидит такая русалка там. Слушайте, вообще просто потрясающе. Я прям себя уважаю за то, что я сейчас вам покажу наикрутейшие кадры рассвета и бухты на рассвете. Так, куда у нас дорога уходит? Так, здесь дорога уходит вокруг озера. А здесь дорога у нас уходит. Так, куда-то к дольменам. И куда нам тогда идти, я пока не совсем соображаю. Здесь, видите, беседочки даже такие есть. Ай, вот, наверное. Здесь даже открыта калиточка. Фух. Так, ну и что? Мы попадаем на горную реку. И чего? И как дальше? Вот это дела... Слушайте, я вообще ничего не успеваю. Так, по горной реке, что ли, шагать? Вверх. А, или нам ее нужно перебраться и идти туда вверх. Так, минуту. Так, не знаю, куда меня эта вся история, ребятки, приведет. Вот, вообще, получается, пока я иду прям вдоль канатки. Фух. Посмотрите, какой вид уже открывается. Потрясающий. Здесь а-ля, а-ля, если можно назвать, конечно, тропинка вдоль горной реки. Какой воздух. Да, слушайте, отправиться с утра на такую вот прогулку. Это, конечно, потрясающе. Вот он крест встает, видите? Светится. Но, походу, там уже из-за гор уже начинает вставать солнце. Таким валунам, видите, приходится подниматься. Давай, славян! Давай! Давай! У нас... У нас должно получиться. Самое главное, взять такой размеренный темп, чтобы можно было легко преодолеть эту гору. Я не уверен, иду ли я правильно, но вроде я не заметил больше здесь никаких других троп. Посмотрите, какая красотища! Вон он, толстый мыс, где светится. Там мы живем. Слушайте, да. Пуш! Но перепад высоты, на самом деле, такой серьезненький. Идем, получается, прям, прям под канатной дорогой. Я говорю, не совсем уверен, что я правильно иду. Здесь когда-то были деревья. Видимо, когда прокладывали дорогу, все срубили. Идем, значит, под пение птичек. Так, вон туда уходит куда-то дорога. У меня осталось 20 минут. И, кстати, судя по карте, мне на вот эту вот дорогу-то и надо уходить. Так, ну посмотрим. Я надеюсь, здесь каких-то прям диких животных не будет. Да, я пока вышел из дома, на самом деле, было прям темно. А, кстати, вот дорожка идет вниз. Видимо, как раз та, которая мне и нужна была. Ух ты! Я вам так скажу, что перепад серьезный. Но, тропа, на самом деле, идти можно. Я чуть-чуть задержался, прям, вот, чуть-чуть. Надо было встать на 10 минут. Пораньше. Да. Устаю. Видимо, наверное, из-за того, что с самого начала я взял неправильный ритм. И просто... Ну что ж такое-то? И просто побежал. Посмотрите. Угол наклона горы. Вот он город. Бухта. Какие виды. Идем дальше, потому что дальше нас ждут просто очаровательные... Очаровательные виды. Самое прикольное. Ты поднимаешься и вообще не видишь этой надписи. Прикиньте. Виден только вот этот крест. Я, кстати, когда ехал, я думал, что я еще буду подниматься в темноте. Оказывается, вот нет. Так, а где дорога? Чуть ничего нету. А, вот она. Такая мелкая-мелкая-мелкая сюда уходит. Видимо, вот за вот этим бугром сейчас должна появиться надпись. Так, давайте. Просто на вершине мира. Вот это красота, друзья. Обалдеть. А вот так, если посмотреть на горизонт, то можно заметить, как прямо на самом горизонте светятся корабли. А вот этот поселочек это уже Дивноморское. Ну ладно. Двигаемся дальше. Слушайте, перед продолжением пойти дальше я все-таки думаю, что нужно попить воды. Как здесь охренительно. Я обожаю. Я обожаю, походу, в горы. Я сейчас сходил сюда на разведку, а потом я думаю, что я возьму кого-нибудь из детей. Ну как, кого-нибудь Артема. На самом деле, возможно, даже и всех. Почему? Потому что мы уже делали такие восхождения с такими перепадами. Я помню, в Сочи, когда мы ходили на Огурские, по-моему, водопады, мы делали большой круг, 7 километров, постоянные перепады высоты от нуля до 400 метров. Это было очень жестко. Мы ходили, я не знаю, часов, наверное, часов 8. Но это точно того стоило. Господи, какие сзади виды, друзья. Ладно, давайте будем подниматься, чтобы добраться до восхождения солнца, до нашей прекраснейшей надписи Геленджик. Я уже на самом деле вижу, вот они, как они называются, смотровая их. Здесь стоит колесо обозрения. Слушайте, а вот если на крест подниматься, я вам так скажу, вот на уровне глаз стоит камера, там перепад высоты гораздо сильнее. И если идти к кресту на рассвет, то нужно это делать гораздо раньше. Иначе просто не успеешь. Здесь перепад высоты не такой, собственно, как там. Двигаемся, двигаемся, ребятки. Поддерживайте меня, пожалуйста, лайком. Мне же еще потом спускаться. Но здесь не такая почва. Здесь спускаться будет нормально. Но хотя в некоторых местах достаточно крутой подъем-спуск. Надпись-то где? Где ты надпись? Фух. Я устаю очень сильно. Если вдруг решите подниматься так же, как и я, то я рекомендую вам делать это не за 40 минут, а гораздо медленнее. часа за полтора. Но если хотите пойти, опять-таки говорю, на рассвет, чтобы не было пока солнышка, пока рассветает и так далее и тому подобное, то лучше всего брать с собой фонарики, потому что если сюда даже приехать уже в 4 часа, еще будет темно, а освещения здесь никакого нет. Если кресту идти по самому хребту, тропинка, видел я ее, то здесь нет, здесь мы идем вот по такой дороге, по крайней мере креслом светится, а здесь ничего не светится. Так, из-за кустов, из-за этих мелькает надпись уже. Значит, мы с вами почти дошли, друзья. Фух, вот это да, вот это у меня сегодня зарядка. это лучшее, что со мной могло произойти. Я еще вчера на набережной встретил нашего зрителя, мы так разговорились, я ему говорю, хочу очень, хочу сходить на надпись на рассвете и встретить там рассвет. Он мне говорит, а что, говорит, с утра-то ходить, ничего интересного. Я так подумал, ничего себе, ничего интересного. Я еще с собой жилетку взял, думал, здесь будет холодно. А, еду, а тут вообще тепло. Фух, вот это да. Но город кайфове смотрится, когда сюда придешь чуточку пораньше, и это прям будет кайф. Вот как мы с вами начинали. Сейчас солнце уже выходит из-за холмов. Вон за тем холмом находится Адербеевка. Там есть классные водопады. Тоже обязательно сходим в следующих видеороликах. Сегодняшнее наше цельное утро это, друзья, надпись Геленджик и попытаться снять рассвет. Так, ну что, наверное, последний рывок у нас вот в эту вот гору мы все выше, выше. Гляньте, какая высота. Да, Геленджик, бухта. Ой, Геленджик, ты прекрасен. Фух, как же здорово на самом деле ходить по горам и наслаждаться видами видами моря. Ого, красота. Еще мне вчера рассказали, представляете, что раньше вот этих вот деревьев не было. Вот эти сосны, которые, видите, лес такой сосновый прямо, их не было. Были голые скалы, ну типа как в Крыму, а потом все это дело высадили и получилась вот такая вот красотища. Ну где надпись-то? Я ничего не понимаю. Надпись, ты где? Так, мне кажется, что она вот за вот этим вот холмом. Обалдеть! Просто, просто обалдеть! О, Господи, как в этот холм забираться. Смотрите, я поднялся к этой вершине, но на самом деле это походу, вот я смотрю на уровне глаз, мне даже макушки не видно, а вот так вот видно. Поднялся я, значит, видите, сюда и дальше, судя по карте, мне ее нужно походу прямо насквозь преодолеть. И когда смотришь снизу, чуть выше, вот помните, мы поднимались и эта штука, она как раз закрывает надпись. Смотрите, как залазим. Видите? Опа! Так, давайте я вам здесь буду показывать. Это вот эти скалы, бутерброды. Фу, да нереально как-то вообще уже. Если честно, нереально. обалденно. Просто невероятно. Опа! Потрясающе! Так, надпись, ты где? Пожалуйста, пожалуйста, покажись уже, Ты мне так нужна. Я уже устал. Вот она, вот она надпись. Вот она, Жиг. Уже солнышко встает, даже как видно, видите, облака уже окрашиваются. Но вы же помните, наша задача, а как здесь идти? А, вот видимо, смотрите, тропиночка. Да? Так, и вот мы куда-то. Ого! Вы посмотрите, мы почти дошли. Просто, у меня просто нет слов. Весь город. И мы это сделали, почти, ребята, еще не до конца. Еще, наверное, метров сто до нее. Но в горах метров сто, это не просто по ровной дороге пройти метров сто, это как будто бы километр пройти. Ой, хочу вам показать, здесь какие красивые цветочки растут, пользуясь случаем. Вот. И вот такой вот желтенький красавец, прям такие даже поля. Их много, не силен я в цветах, знаю самые такие примитивные, как типа тюльпанчик, роза. И на этом все. Геленджик! Надпись! Почему ты так далеко? Оно реально далеко. Друзья, когда стоишь там внизу, кажется, что она так близко. А по факту, а по факту, ребята, это вообще не так. Она находится далеко. Поэтому нужно учитывать свои силы. Я сейчас скажу, сколько я уже поднимаюсь. Я поднимаюсь 20 минут. Но я поднимаюсь очень быстро, в очень быстром темпе. Такой темп возьмет не каждый. И такой темп в принципе не нужно брать, потому что, ух ты, смотрите, какой, какая ступень. Фух. Дальше начинаются, видите, такие природные, природные ступеньки. Красота. Невероятная красота. Надпись-то где? Мы идем, она постоянно куда-то прячется от меня. То туда, то сюда. Но мы уже дошли, уже дошли, ребята. Все, чуть осталось. Если вы думаете, что самое сложное это подъем там, нет. Самое сложное, друзья, это подойти к этой надписи. Начинается очень крутой подъем. Я уже даже останавливаюсь второй раз. Но эта надпись, честно, я даже как-то думал, что она, она меньше. Она потрясающая. все, ладно, смотрите сами. Посмотрите, какая красота. Геленджик. Огромные буквы. Я еще такой наивный, иду и думаю, я, наверное, треногу поставлю на буквы, чтобы было видно надпись и, соответственно, чтобы был виден восход солнца. Я к ним подошел, я не знаю, сколько они высотой, каждая буква, метров сто, что ли? Так, на самом деле, все, остался просто последнейший нам рывок, и мы с вами по тропинке прямо убираемся в букву Л. а на самом деле здесь от буквы есть еще тропинка, которая, собственно, ведет нас, вот она, уходит тропинка, и видите, вот так вот к кресту. Мне, конечно, этот путь не интересен, мне интереснее сделать восхождение к кресту, возможно, сделать это на закате. Но это уже в любом случае, друзья, в следующем видеоролике. Сегодня я очень хочу посмотреть рассвет. Конечно, идеальный рассвет нужно начинать с темноты, но, увы, я шел сюда в первый раз, не зная тропы, поэтому прямо впритык к самому рассвету. Ааа, Геленджик! Ууу! Просто я себя чувствую на, я не знаю, на вершине мира. Просто такая вот круговая красота. Весь город, вся бухта, эти горы. Ну и, конечно же, уже начинается рассвет, и эта надпись невероятная. если я вот так встану, поставлю ровно камеру, вот вы можете заметить, что подъем градусов 45 точно. Я даже не верю, я даже не верю себе, что я это сделал. На канатной дороге, конечно, стоит прокатиться, но сделать восхождение сюда на своих двух канатных дорогах, то есть вот этих вот. Это другая, друзья, история. Я, конечно, сам себе не верю, что у меня это получилось сделать, сделать это быстрое восхождение буквально за полчаса на эту прекраснейшую гору с этим прекрасным видом. Ребята, это просто не описать словами. Я каждому желаю это совершить, этот крест. Вообще, конечно, на самом деле рассвет было бы идеально встречать там, на кресте. Почему? Потому что там ровная площадка, есть куда закрепить камеру и ее, так сказать, поставить, но ничего страшного. Я нашел, где это здесь сделать, сейчас покажу. Вот она надпись. Еее! Ленджик! Потрясающе, просто невероятно. Вот у меня стоит камера на Тим Лапсе. Вот она и снимает. Так что, ребята, ни в коем случае не переключайтесь, потому что в конце выпуска вас ждет шикарный рассвет вот с этого вот замечательного места надписи Геленджик. Хау! Кайф! Мы здесь с вами одни, здесь нету больше никого, только вот эти вот невероятные виды и красоты. Вот такая круговая панорама. Невероятно! Слушайте, я так рад, что мы с вами это сделали, это просто не передать словами. просто кайф! Вы просто вдумайтесь, как высоко, как высоко мы с вами забрались. Какой кайф! Надпись. Ууу! Доброе утро, Геленджик! Никто не слышит. Ха-ха! Кайф! Невероятный кайф, ребята! Пока таймлапс снимает рассвет, я хочу вот так вот, мне прям понравился такой широкий угол с палкой пройтись по вот этим краям, немножко вам показать. В целом, вот так вот, в таком ракурсе зацепить надпись. Немножко здесь прогуляемся вдоль. Сюда можно ходить, здесь есть эта тропинка, и она прям ведет к кресту, то есть, если вы здесь будете, то можно спокойненько-спокойненько пройтись до самого креста. Я сегодня делать это не буду, я оставлю это на потом, чтобы была у нас с вами лично у меня интрига, каково это. Гляньте, вот по такому обрыву идем, я так понимаю, что здесь раньше была натянута такая строительная специальная сетка, которая, видимо, как-то оберегала, почему-то сейчас ее нету, и приходится идти вот так вот. Но для тех, кто идет такими тропами, восхождение делать в гору, то однозначно есть какой-то уже опыт, и человек явно не будет баловаться, и не будет, не будет, как говорится, умышленно каким-то образом срываться вниз. Дальше целый парк, есть колесо обозрения, то есть, да, чуть выше, если на канатке подняться, в принципе, и пешочком это можно сделать. Мы это тоже делать не будем, я хочу это оставить на потом, возможно, подняться на канатке со своими. Возможно, получится, возможно, нас на канатку не пустят, потому что она открытая, и у нас грудничок. Еще хочу вам показать, посмотрите, на самом деле, в самом городе все цветения деревьев вот этих красивых, как типа магнолия, яблоня и так далее, и тому подобное уже закончились. А здесь в горах я нашел дерево, которое еще цветет с видом на весь город. Посмотрите, какая красота. Так что, если вы не успели сделать еще фотографию, вы знаете, где находится это дерево, и где можно сделать самую необычную фотографию, не как у всех с видом в городе, а забраться сюда и сделать фотографию с видом на город. Посмотрите, какая у вас будет фотография, ребята, еще и с надписью, если в другую сторону повернетесь, будет с крестом. Невероятно, невероятно. Ну что может быть лучше, какое утро может быть лучше, друзья? Просто кайф. Я, кстати, хочу вам еще показать, здесь следы автомобильные. Мне вообще местные рассказали, что раньше сюда заезжали спокойно на машинах, куда-то даже сюда. А здесь, видимо, следы есть, потому что происходит обслуживание вот этих вот букв. Конечно, мне очень бы хотелось, чтобы вот эта вот надпись подсвечивалась, но в целом это просто такой респект, что сделали такую надпись вот просто Голливуд по-русски. Ну в Голливуде так, вот так вот можно тоже добраться там до этой надписи, сесть, посидеть, позавтракать, попить кофе и насладиться вот этими вот невероятнейшими видами, ребята. Это просто у меня нету слов, чтобы описать всю эту красоту. Правда, я вас уверяю, что если вы будете сюда подниматься на канатной дороге, весь кайф этих видов вы не прочувствуете, потому что я уверен, что горы они прочувствуются ногами, когда вы поднимаетесь и наслаждаетесь этими видами. Как говорю, в это дерево залетел такой огромный шмель, поэтому буду отсюда ускоряться. Не дай бог он подумает, что я пришел на его территорию с каким-то злым умыслом. Просто доброе утро, Геленджик! Красота! Просто невероятно! Между прочим, я когда сюда поднялся, я не знал, как устанавливать камеру, да и в принципе до сих пор я не уверен, что она остыит правильно. Но, судя по тому, что наш район уже солнышко подсветило, видите, как это выглядит? Вот, там солнце есть. Значит, по идее, солнышко должно выйти вот из этого холма прям и попасть в камеру на таймлапс. А еще хочу показать, что здесь от креста начал восхождение человек. Вот так, так будет не видно. Сейчас приближу. Вот он, видите, он идет с какой-то палкой. С длинной палкой. Начал от креста эти, может быть, какой-то обслуживающий персонал. Но выглядит, конечно, забавно. Я тут иду, значит, с портфелем охую-ахую, а он идет с какой-то огромнейшей палкой. Так, давайте на приближенном кадре заодно вам тоже покажу, как выглядит крест. Там вот какой-то домик, будка. Как выглядит бухта. Смотрите, какая красотища, какое разное море в бухте. Весь город, как на ладони. Ну и, конечно же, рассвет и надпись Голливуд по-русски Геленджик. Ай, красавица. Вот такая вот надпись. Помните, я вам показал сейчас мужика, который тащил бревно какое-то? Так вот, ребята, берите пример. Это просто человек в возрасте. Ему точно за 50 он подбежал сюда, говорит, доброе утро. И вы прикиньте, он, у него в портфеле сейчас камни, он вот отсюда, где-то снизу начал бежать в эту гору, потом вот там взял какое-то бревно, начал восхождение на эту гору, отсюда он бежал уже, здесь тоже бежал, 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 мимо меня пробежал, немножко поговорили, и вот он бежит вниз. Вы прикиньте, ребята. Вы просто вдумайтесь и берите пример. Бегайте в горы, ходите в горы, но сейчас вот рассветик уже, видите, даже крест уже освещается солнцем. Я вам включу таймлапс. Ловите! Музыка. 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 Вот ради этого солнышка, ради этой надписи, ради этого таймлапса я и поднимался сюда, чтобы вам показать эту утреннюю горную красоту Геленджика. Прекраснейшая природа. У меня, конечно, не совсем получился таймлапс, по одной простой причине, что я выбрал неправильное месторасположение для камеры. Эту ошибку я исправлю в следующем своем вот таком восхождении, когда буду восходить уже непосредственно на крест. Так что, друзья, не забывайте подписываться, нажимать на колокольчик, чтобы первым увидеть данный видеоролик, как мы будем делать следующее восхождение. Этот выпуск поддержите лайком, пишите комментарии, может быть, кто-то из вас сделал такое же восхождение на рассвете. Возможно, сюда, кстати, еще вернусь на закате. Тоже у меня есть такая небольшая цель. Я уже спускаюсь, время 8 утра, и вы можете заметить, что начала уже работать канатная дорога. Видимо, в 8 утра уже приезжают первые туристы. Пока я снимал для вас таймлапс, здесь я видел несколько человек, они поднимались на крест. Кто-то отсюда начинал, как-то добрался до этой вершины, и были люди, которые поднялись здесь ногами. В завершении этого видеоролика я хочу вам вот что сказать. Я в Геленджике уже изучил множество достопримечательностей, троп, и могу вам их показать, ну, так сказать, сделать авторский тур. Пишите мне по ссылкам в описании, если вы приезжаете в Геленджике, а также я вас могу встретить, так как у меня машина располагает, Volkswagen Multivan. Пишите, договоримся о цене и отправимся с вами в небольшое путешествие. А от меня еще лично я сделаю вам красивые фотографии. Ну, а для тех, кто хочет самостоятельно изучить этот прекрасный город, мы создаем свой авторский гайд, который уже доступен. Мы его будем постоянно наполнять различными маршрутами. Пишите также в описании, ссылочки я оставил. Походу, тех людей, которые здесь поднимались, вот на этой горе, как раз были они, это зрители моего канала. Леха, вы там поднимались? Да, там, на кресле. Вот они идут, меня вот так вот догнали. Вон сзади меня ребятки спускаются. Самый кайф сейчас ходить в горы и на водопады, потому что вот реку, которую мы видели в начале, как раз водопады и реки, они сейчас полноводные, поэтому собирайтесь и идите в горы, это очень классно. Мы уже спустились, вот перед нами этот пруд, который был в самом начале выпуска, который мы с вами проходили, так сказать, в темноте. Шикарнейшее утро, одно из самых лучших, которое было за последнее время. Я буду с вами прощаться и увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока! Продолжение следует...